Константин Бабков водитель троллейбуса. Его самая главная задача обеспечить безопасность своим пассажирам. С безопасностью на дороге все просто. У мужчины большой опыт вождения, да и правила он не нарушает. Гораздо сложнее оградить людей от другой угрозы – коронавируса, особенно если они не хотят этого сами. Люди разные есть. Есть, что, допустим, заходят, потом маски снимают. Я не могу этого контролировать просто в салоне, потому что салон большой, нам тоже надо за дорогой следить. Поэтому хотим, чтобы люди все-таки соблюдали этот режим. Два раза в день сотрудники троллейбусного управления проводят рейд. Заходят в салон и проверяют, у всех ли пассажиров есть маски. Тем, у кого они отсутствуют, указывают на выход. За первые 15 минут рейда, за отсутствие маски, было выпровождено 5 человек. Это лишь по одному салону. А за день безответственных граждан набирается до тысячи, говорят в управлении транспорта. Правда, так наплевательски к своему здоровью относятся не все. Среди пассажиров есть и те, кто соблюдает санитарные нормы. Я всегда выхожу на улицу в маске, использую антисептик. Сейчас это необходимая мера. Ношение маски – правильное требование. Это необходимо для нас самих, пассажиров. Для того, чтобы сократить риск инфицирования, весь общественный транспорт сейчас усиленно дезинфицирует. Санитарную обработку проходит каждая машина, будь то маршрутное такси или троллейбус. Это утром перед выездом троллейбусов. Это в течение дня, когда стоят на обеде троллейбусы, идет обработка, обязательно протираются все поручни, все ручки дверей и сидений, обрабатывается, опрыскивается салон троллейбуса. То есть мы стараемся соблюсти все требования санитарные. Ну и ждем этого от наших горожан. Коронавирус – высококонтактная болезнь. Чем больше людей собрано в одном месте, тем выше шанс заразиться. Поэтому общественный транспорт на сегодняшний день считается одним из самых опасных и наиболее уязвимых мест распространения инфекции. Маска, социальное дистанцирование и перчатки сейчас по-прежнему необходимы. Соблюдать эти требования нужно для того, чтобы поездка в троллейбусе или автобусе не стала причиной болезни. Екатерина Токамбаева, Покатбек Мамацаев, Пирамида.